Продолжим тему с нашим гостем на прямой связи со студией CBC Орхан Ёлчуев, директор аналитического центра STEM. Господин Ёлчуев, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. В последние дни в центре внимания находится вопрос нового законопроекта о медиа, как он сейчас называется, вместо того закона о средствах массовой информации, который сейчас существует. Какие основные изменения мы сейчас послушали и в синхроне, и в сюжете про медиареестр единый и так далее? Какие еще новшества в целом ожидают представители СМИ в связи с рассмотрением и принятием этого нового законопроекта о медиа? Для начала я хотел бы сказать, что азербайджанские медиа, они носители по сути огромного исторического наследия и богатого опыта. Новый закон о медиа должен привнести новый подход к функционированию СМИ. Закон о СМИ в Азербайджане был принят более 20 лет назад, и впоследствии в этот закон были внесены до 20 дополнений изменений. По сути, стало необходимостью принятия нового закона. То есть в новом законе все, что касалось печатных СМИ, будут и теперь отнесены и к новым онлайн-медиам. Но почему этот закон, он важен? Почему он сегодня, на самом деле, он так важен для азербайджанских СМИ, азербайджанских медиа? Азербайджан сегодня переживает уникальную историческую, уникальную эпоху своего исторического развития. Оно особо чувствуется после 44-дневной войны, в результате чего Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. И война показала, что сильные медиа, которые имеют большие ресурсы, имеют возможность выхода в мировое информационное пространство, это очень важная деталь, по сути, медиаполитики. И сегодня в этом русле, именно в этом русле нужно работать азербайджанским СМИ, потому что война хоть и окончена, но информационная война продолжается. И наши медиа должны быть сильны, оснащены высокими технологиями. И для этого нужны реформы, которые заложены как раз в новом законе о медиа. И я думаю, что этот закон усовершенствует работу медиа-субъектов. Там будут заложены вопросы о повышении профессионализма журналистов и ответственности журналистов, усиление их социальной защиты, подготовка профессионалов в области медиа и получение ими дополнительного образования. Это очень важно, особенно тогда, когда каждый человек в эпоху развития новых медиа, соцсетей становится носителем информации. Вот сегодня поэтому нужно определить зону ответственности профессиональных журналистов, что и в принципе в новом законе о новом году. А как можно определить зону ответственности профессиональных журналистов? Открывается огромное количество интернет-медиа-ресурсов, это и телеграм-каналы и так далее. В принципе, они все сейчас как средства массовой информации. Новый законопроект. Как вообще можно регулировать вот эти вопросы? Вы знаете, есть профессиональные медиа, которые с именем, которые уже функционируют достаточно долгие годы. Они уже сделали себе имя. И в эпоху развития новых медиа, когда каждый, по сути, человек становится носителем медиа, они не могут стать источником информации. Источником информации могут быть именно профессиональные медиа, авторские статьи, журналисты уже, которые с именем, и СМИ, которые уже имеют определенные традиции. А вот о едином медиа-реестре тоже хотелось бы поговорить. Выдачи журналистам специальных удостоверений, каких-то льгот, насколько я помню, для работников медиа, СМИ. Что об этом говорит новый законопроект, и каковы вот эти планы? После приятия нового закона будет обновленный реестр СМИ. И, насколько я знаю, туда будут вмещены и онлайн-медиа, которые, насколько я знаю, в старом законе они не были вмещены в этот реестр. Но теперь вот новый обновленный реестр, он даст возможность полностью регулировать деятельность всех медиа-субъектов. Господин Юлчуев, я благодарю вас за ваш комментарий. Большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что на прямой связи со студией CBC был директор аналитического центра STEM Орхан Юлчуев.